Всем привет, я на Занзибаре, вот у нас продолжение, тут жарко, это не я зеленый, это я под листиком сижу, укрылся от жары, вот, очень приятный, кстати, отель, Занзибар это Танзания, да, обзорчик по отелю сделаю, он прям уникальный в своем роде, вот, ну и напишите в комментариях, если хотите, устроим бродилку, я сейчас в столице Занзибара, Стоунтаун, каменный город, можем походить, тут немножко есть достопримечательности, ну и вообще, как люди живут, чего, куда, зачем, чего, сколько стоит, могу вам рассказать, собственно, у нас сейчас продолжение нашей истории с контрольной закупкой в Стамбуле, узнаете это колечко, да, кто не смотрел, пишите, вернее, смотрите, в описании здесь прикладываю первую часть, обязательно начинайте с первой части просмотра, иначе будет непонятно, что там к чему, так вот, за это время мне сейчас много русских отдыхает здесь в Танзании и отдыхает в Стамбуле, в Турции, да, за это время очень много из вас посетило магазины и купили там вот эти вот украшения, причем скидывают мне, я пишу, что ребята, это все подделка, скорее всего, отвечают очень многие, знаете как, что нет, это исключено, почему, владелец магазина выглядел очень солидным, у него такой большой магазин, витрины, он сам такой очень солидный и все так серьезно, и он даже после того, как мы купили кольцо у него или там, ну, какие-то изделия, да, отвез нас в отель на своем личном Мерседесе, а Мерседес у него прям новенький, поэтому это не подделка, ну вот, я, собственно, наконец-то получил сертификат из МГУ, да, посмотрите, и сейчас мы его почитаем и посмотрим внимательнее на само колечко, но вот смотрите, видите, фоточка, вот колечко, да, похоже, но, скорее всего, оно, вряд ли я подделал для того, чтобы создать какую-то сенсацию, сейчас будем смотреть. Итак, вот у нас то самое колечко с рубиной Истамбула, да, и смотрим сертификат. Так, сейчас я уменьшу изображение, ну, и вот, собственно, выкручиваем традиционно, вот картинка и читаем, что написали, вот кольцо, серебро, то есть действительно серебро, вот у нас роспись, вот у нас QR-код, приближаю, смотрите, поближе, да, вот сейчас сделаю вам совсем близко QR-код, можете проверить, зайти, и вот у нас дата и номер, то есть все по-честному, и читаем, что тут нам написали, вот так вот, значит, цвет красный, огранка круглая, дуплет, что за дуплет, размеры написаны, да, что за дуплет такой, читаем, дуплет, вверх стекло, низ закрепко ограничивает возможность определения материала, ну, то есть сверху стекло, снизу непонятно что, да, что такое дуплет, вот про дуплеты я ничего не рассказывал вам еще, сейчас расскажу наглядно и покажу, вам повезло, у нас в руках оказался дуплет, к сведению дуплеты делают, начали делать до революции, в чем заключается дуплет, вот смотрите, тут у нас, нам нужно достать так называемый камень, у нас уже срезано, срезан один штырек, это я вот такими кусачками для ногтей его срезал, вот срезаем еще остальные, извлекаем камень так называемый и что мы видим, а мы видим вот что-то такое странное, да, что это такое, объясню, значит, смотрите, если просто сделать стекло, да, видно, что оно однородное, если сделать синтетику, тоже видно, что это что-то такое монолитное, однородное, там нет включений, вот, ну, то есть вызывает подозрения, что делать, чтобы создать эффект какого-то объема и включений, вот у нас тут четко видно три слоя, да, три слоя видно, объясняю, значит, надо нарисовать, да, сейчас я уменьшу, оп, так, рисуем, ну, вот условно у нас камень, вы знаете, как я рисую, но это не важно, сейчас, чтобы создать эффект объема, многослойности, включений, что делать, берут кварц, залитый стеклом, вот здесь, допустим, рисуем такие условные включения, да, вот, приклеивают стекляшку белую, приклеивают стекляшку красную, и получается, что через два слоя просвечивается этот кварц, залитый стеклом, с его включениями, вот он, да, у нас снизу, вот, и, собственно, получается такой эффект объемности, на него смотришь, вроде там как и включения какие-то есть, так вот, да, смотрите, там вот что-то черненькое внутри, да, вот что-то есть, ну, то есть, похоже, натуральный, вот, извините за свет, у нас опасная погода, но на самом деле нет, это обман, и дуплеты производят давно и серьезно, еще до революции их начали делать, очень бодро, активно, с дуплетами делают и сафиры, и изумруды, то есть, ну, эта поделка, она ничего не стоит вообще совсем, совершенно ничего, поэтому, собственно, ее можно только выкинуть, себестоимость у нее, ну, два кусочка стекла склеены, и один кусочек кварца, да, залитый стеклом, меньше одного доллара, я думаю, выводы по поводу солидности, по поводу мерседеса, магазина и витрин, делайте сами, пожалуйста, вот вам такой наглядный пример, по поводу Танзании, вы все массово здесь в отпуске покупаете танзаниты, пишите в комментариях, если хотите, я сделаю контрольную закупку, посмотрим, что здесь продают в магазинах, вот, всем пока, не болейте и не доверяйте продавцам в магазинах, ну, по крайней мере, не во всех магазинах, все проверяйте, требуйте обязательно сертификаты.